Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 мая. Память святого варвара, бывшего прежде разбойником. Сей блаженный варвар был прежде лютым разбойником в странах луканских. Много пролил он крови человеческой, и никто не мог его изловить, ни тем более бороться с ним, так как он обладал необыкновенной телесной силою. Но при благии человеколюбивый Бог, не хотящий смерти грешника и всем спасения ищущий, подобно тому, как некогда апостола Павла, так и сего разбойника действием святого промысла, уловил все эти спасения. Однажды, когда разбойник этот сидел в пещере и смотрел на множество награбленного золота, Вдруг сердце его коснулось благодать Божия, приводящая грешника на путь покаяния. И вот разбойник умилился душой, вспомнив о страшном суде Божьем, начал скорбеть, говоря в душе своей, «Увы мне грешному, что сотворил я? Много пролил я крови человеческой, Многих жен осквернил, чужие имущества похищал и много иного сотворил зла. Между тем, сегодня или завтра, или, но я должен умереть, а что я приобрел, кому останется?» И потом воззвал снова, «Я знаю, что древнего разбойника Христос по своему милосердию восприял к себе, И меня он примет, если только покаюсь. Все ныне каюсь я, сокрушаюсь о своих злодеяниях и ищу его милосердия». Сказав это в глубине души своей, варвар воспрянул, и не сказав ничего своим товарищам, Взял лишь меч под свою одежду и, оставляя все, ночью пошел в ближайшее селение, в котором была церковь. Пришедший в церковь во время утренней, он по ее окончании пал священнику в ноги, со слезами восклицая, «Отче святый, не отринь меня, окаянного грешника, пришедшего к твоей святости, Ибо покаять я хочу я в содеянных мною злодеяниях». Священник поднял его с пола, подвел к святому алтарю и сказал, «Исповедуй, сын мой, пред Богом содеянное тобою согрешение, Я же буду смиренным свидетелем твоего исповедания и покаяния». Кающийся стал говорить, «Я, отче, тот самый разбойник варвара, о котором, как думает, и ты, слышал. Преисполнен я множеством грехов, нечистоты телесной, грабительством и убийствами, Ибо я убил до трехсот человек, в том числе погубил мечом и двух пресвитеров, Не хотевших допустить меня к таинству покаяния. И вот ныне ты, отче, если знаешь, что Бог приимет меня кающегося, То обвяжи по своему усмотрению мои греховные язды за поведями божиими. Если же нет, то возьми сей меч и прикажи им убить меня». Но пресвитер сказал ему на это, «Чадо, нет греха побеждающего Божье милосердие, Только не отчаивайся, ступай ко мне в дом, и что я тебе повелю, то и исполни делом». Вышедший из церкви, пресвитер оглянулся и увидел, что варвар подвигается за ним на локтях и коленах, И сказал, обращаясь к нему, «Что это ты делаешь, чадо?» Варвар отвечал, «С этого времени, как я повергся на землю перед Господом, С Богом моим, с грехами моими, я не восстану от земли до тех пор, Пока не будут прощены все мои злые дела». Чадо сказал ему пресвитер, «Ты добровольно даешь обед всем Богу, И так сохрани его, и прощено тебе будет все». Пришедший домой пресвитер снова сказал ему, «Вот, чадо, дети мои, рабы, скот, псы, Кому из них хочешь быть приравнен, чтобы вместе с ними принимать пищу? Варвар отвечал, я очень не считаю себя равным даже с апсами, Но следствие необходимой телесной потребности в пище, Помести меня с ними, чтобы с ними вкушал я пищу, И пребывал без крова в продолжении всех дней и ночей». На это пресвитер сказал, «Поступи же так, чадо, как ты говоришь перед Богом, И уповай на великое его милосердие». И прожил в таком состоянии варвару пресвитера того три года, Подобно четвероногому скоту, ползая на руках и ногах, И не поднимаясь от земли, Считая себя недостойным находиться с людьми, Но лишь с четвероногими животными и с апсами, И вместе ел, и с ними вместе находился вне дома и днем, и ночью. По истечении третьего года пресвитер сказал ему, «Довольно, чадо, перестань питаться сапсами, Ибо Господь оказывает тебе свое милосердие». «Но я, — отче, — отвечал варвар, — «Еще хочу пастись вместе со скотом». И сказал ему пресвитер чадо, «Бог видит и этот обед твой, Который ты приносишь ему из своего смирения, Желая таким образом пострадать за свои грехи». И вышел варвар вместе со скотом на селение, Ходя подобно четвероногому скоту И питаясь скудную травою. Достигнув луга, он пробыл на нем двенадцать лет, Оставаясь нагим и не имея на себе даже никакого рубища. И сделала с кожей его подобной коре древесной, Опаляемой солнечным зноем, И, растрескиваясь от мороза, она почернела, как уголь. И стал блаженный варвар добровольным мучеником. Когда прошло двенадцать лет таковых страданий И его в пустыне, он получил по божественному откровение Извещение о прощении своих грехов И о том, что ему предстоит подвиг покаяния своего Завершить мученически кровью своею. И вот однажды, ходя по лугу варвар приблизился к дороге, На которой остановились какие-то купцы, Они, думая, что это подошел какой-то зверь, Ибо не разведели, что было в густой траве, Пустили в него из своих напряженных луков Несколько стрел, и поразили его тремя стрелами. Подошедшие же увидели, что застрелили человека И пришли в ужас. Варвар же повелел им не бояться, не скорбеть, И рассказал все о себе, И заповедал им возвестить о его кончине Пресвитеру того селения. Сказав это, он предал душу свою в руки Божии. Вышеназванный Пресвитер, узнав от купцов о происшествии, Он пошел на то место, где увидал тело блаженного варвара, Просветившееся подобно свету. Совершив обычный надмертвым пение, Он предал погребение его на том самом месте, На котором он был убит. Впоследствии от гроба блаженного варвара Стали истекать исцеления Болящим различными недугами. По прошествии некоторого времени Собрался сюда народ с Пресвитером. Открыли гроб и увидели, Что тело святого не только было нетленным, Но и источало целебное миро. Тогда все пришли в удивление И прославили Бога. Счастные же мощи святого варвара Перенеслись великими почестями Своё селение и положили в церкви, Изумляясь дивному человеколюбию и милосердию Христа Бога нашего, Которому со Отцом и Святым Духом Воссылается честь и слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, Будете регулярно получать С нашего канала. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ